Добрый вечер! Вы смотрите программу «События» сегодня в выпуске. Новоселье – хорошая традиция. Прогулка со львом закончилась неудачно. Как вам нравится мое искусство? Вопрос детей с особенностями развития. Теперь на эти темы более подробно. В окружную избирательную комиссию Реческого избирательного округа поступило заявление от ранее зарегистрированного кандидатом в депутаты по выборам в Палату представителя Национального собрания Республики Беларусь Валерия Путицкого с просьбой о снятии его кандидатуры с выборов в парламент. Комиссия рассмотрела заявление и удовлетворила просьбу. Таким образом, в настоящее время в предвыборном марафоне продолжают участие Исаченко Алла Ивановна и Невр Леонид Георгиевич. На этой неделе в ряде сельских советов состоялись заседания. На них были рассмотрены вопросы, касающиеся улучшения торгового обслуживания населения, совершенствования медицинской помощи, о ходе выполнения государственной программы по борьбе с преступностью и состоянии криминогенной обстановки, а также другие вопросы жизнеобеспечения населения. Открытие социально значимых объектов в последние годы стало неотъемлемой частью программ празднования Дня города. Не стало исключением и этот год. Очередным подарком речищанам стало открытие эколого-культурного центра. Сегодня мы открываем этот центр. Эколого-культурный центр – учреждение для речицы новое, но по задумке инициаторов открытие для реческого района не бесполезное. Чтобы учить, проводить дискуссии, это место, которое даст свои плоды и сегодня, и завтра, и послезавтра. Спасибо речичанам за то, что они центры сделали, и сегодня мы его откроем. Он будет служить доброму, хорошему делу, воспитанию экологической культуры у всех, начиная с самых маленьких детей. Глава администрации района Петр Шосток поздравил реччан с открытием полезного общества объекта и поблагодарил всех, кто был к этому причастен. Благодаря той настойчивости, которую в прошлом году провел Александр Васильевич по принятию решения о реконструкции этого здания и финансовой поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы имеем вот это прекрасное учреждение, которое будет направлено на экологическое воспитание нашей молодежи. Пользуясь случаем, я хочу сегодня сказать слово благодарности нашим строителям, нашим проектировщикам, работникам отдела культуры, которые смогли воплотить в жизнь те наши идеи, те наши задумки, которые мы хотели здесь иметь. После традиционных для таких мероприятий церемонию вручения символичного ключа и перерезания красной ленточки, гостей праздника пригласили посетить экспозицию. Выставочная деятельность – одно из направлений работы центра. Экспонаты выставки рассказывают о зарождении жизни на земле от начальных этапов до наших дней. Среднение в окружающей среде, похолодание, ледниковый период и получается, что мамонты у нас исчезают. Присутствовавший на открытии центра академик Национальной академии наук Иван Иванович Лиштван отметил, что такая информация, подкрепленная наглядным материалом, будет весьма полезна в экологическом воспитании юных реччан. Я, например, считаю, что процесс экологического воспитания человека должен быть с момента его рождения и до самой старости. Что касается государственного уровня, то я могу сказать, что у нас большое количество разных государственных программ экологических, научно-технических, фундаментальных программ, которые относятся к разным блокам биосферы, в том числе и к тем, которые представлены здесь, в этом замечательном научно-эстетическом экологическом центре. Как еще один положительный момент, академик отметил, и вряд ли кто с этим не согласится, значимость сохранения исторического здания, в котором центр находится. Оно, безусловно, станет украшением города. Речица хорошает день ото дня. Это радует горожан и восхищает гостей речицы. Но есть и третья категория граждан, у которых благоустройство улицы вызывает другие эмоции и желания. С начала этого года в городе произошло несколько случаев порчи и краж декоративных украшений и растений. Ну, задержано, да? Да, не задержано, все трое. На этот раз предметом посягательства стал лев. Вот, лев. Пережив происшествие, скульптура не пострадала. И сейчас, как и прежде, в ансамбле с другими малыми архитектурными формами, украшает территорию гостиничного комплекса «Речица-люкс». В рамках подготовки к экологическому форуму, проходившему недавно у нас, были приобретены в Кобрине архитектурные композиции, то есть фонтаны, урны для цветов, клумбы. Ну, вот и львы, как символ нашей гостиницы. Символом, чего определить льва хотела преступная троица, узнать не удалось. От интервью они отказались. А вот со стражами порядка привередничать не стали. Хотя, смею предположить, объяснения вряд ли были правдивыми. В ходе разбирательства осмотра автомашины был обнаружен данная похищенная статуэтка. По сей день стоимость которой неизвестна, но будет установлена в дальнейшем разбирательстве и проведении проверки по данному факту. В данных лиц взятое объяснение, проводится дальнейшая проверка. Что объяснение, какие дали? Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из лиц совершил хищение данной статуэтки, как пояснил, для личного пользы. Кража произошла около часа ночи. Охранник комплекса вовремя обнаружил пропажу и, увидев отъезжающий автомобиль, нажал тревожную кнопку. Через несколько минут экипажи отдела охраны задержали автомобиль ВАЗ белого цвета. В багажнике машины находился лев, а в салоне трое мужчин, 28, 31 и 43 лет. Все безработные. Предполагаемое желание поправить материальное положение им не удалось. И более того, приключение его усугубило. За прогулку со львом придется заплатить штраф. Как вам нравится мое искусство? Под таким названием в Болгарии прошел международный конкурс творческих работ детей с особенностями физического и умственного развития. В нем принимали участие воспитанники Центра коррекционно-развивающего воспитания и реабилитации речицы. В Болгарию на конкурс от Центра было отправлено 16 работ. Творчество четверых ребят высоко оценено. И вот я хочу вручить диплом Тарасенко Максиму. И вот этот вот подарок от белорусского красного цвета за этот конкурс. Победу Максиму принес его рисунок «Избушка на курьих ножках». Ну, Максим, держи, чтобы дальше рисовал, чтобы тебе это нравилось, чтобы был молодцом. Поздравляю. Также отмечены работы Екатерины, Станислава и Даниила. Его подделка «Лебединый рай» восхитила, конечно, всех. Молодцы. Творчество в учебно-воспитательном процессе Центра играет большую роль. Кроме положительного влияния на общее развитие, для одних это возможно занять свободное время, для других – способ самовыражения. Для наших детей каждая линия, каждый кружочек, каждый новый мазок – это огромный-огромный труд. И поэтому первое солнышко, первый домик и первое деревце – для нас это огромная радость, радость для родителей. В Центре оказываются дети по разным причинам. Кто-то нуждается просто в помощи логопеда, у кого-то более серьезные нарушения. Но в любом случае здесь они находят понимание, квалифицированную помощь и занятия по душе. Особенности нашего Центра. В Центре уже третий год работает специальный класс для детей с тяжелыми и множественными нарушениями. Это контингент детей, которые не обучаем ни в какой другой форме организации обучения. Это дети с интеллектуальной недостаточностью, плюс нарушение опорно-двигательного аппарата, ну и ряд других сопутствующих заболеваний. Директор Центра Валентина Герасименко считает, что их воспитанники наиболее остро нуждаются в индивидуальном подходе и расширении кругозора интересов. Это залог успеха адаптации в обществе. Учимся, пишем, математику, русский язык, поем, рисуем. Учитывая особенности развития, такие формы обучения, утверждают специалисты, способствуют взаимопониманию учителя и ученика и помогают детям усваивать учебную программу. Тихо, потом громко, потом опять тихо, опять громко. Арт-пицца. Теперь такое название будет носить пиццерия, расположена по улице Конева. На этой неделе состоялось ее открытие. Что теперь будет предложено посетителям, выясняли наши корреспонденты. 11 сентября в торжественной обстановке вновь распахнула свои двери пиццерия. Новые владельцы решили не менять направленности предприятия. В здании сделали ремонт, обновили техническое оборудование и открылись. В данный момент пиццерию открываем с учетом того, чтобы привлечь среднего потребителя для максимально быстрого питания, максимально вкусного. Человек должен покушать. И все же пиццерия отличается от предприятий фастфуда. Вся еда здесь будет приготовлена только из натуральных продуктов, без консервантов. В новой пиццерии также будут введены разнообразные молочные коктейли, бизнес-ланч, расширен десертный бар. Как и прежде, одним из фирменных блюд будет пицца. Она готовится по новой технологии. Открытие пиццерии собрало немало гостей. Главным сюрпризом этого события был приезд руководителя легендарного проекта «Ласковый май» Андрея Разина. Во-первых, я соучредитель этого заведения. Мы с хозяином, с вашим Олегом и с коллективом очень дружим. Плюс ко всему, мы осуществляем ряд в Подмосковье, в Москве, несколько объектов в Сочи. Строим совместные тоже объекты, которые тоже являются в сфере обслуживания. Мы сейчас отведали все блюда. Но хочу сказать, что будем еще дотягивать технологию. Что сейчас приезжают у нас спецы, непосредственно те, которые умеют уже и знают это дело на 100%. Чтобы не столько много было приезжих, специалистов, а все-таки научить этой кухне местных поваров, для того, чтобы они могли готовить именно по тем технологиям итальянским, которые мы сегодня здесь внедряем. На сегодня это все. Несмотря на хмурую дождливую погоду, мы желаем вам приятно провести выходные. Всего доброго, до свидания. Прогноз погоды на выходные дни 13 сентября ожидается облачно с прояснениями, кратковременные дожди и ветер северо-восточный 4,9 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2,7 местами, 2 градуса мороза, днем плюс 7,12. Воскресенье 14 сентября ожидается облачно с прояснениями, ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 4,9 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 7,12.